Вот и апрель, звенит капель, и солнце славно припекает, К мечтам благим располагает, кто на рыбалку, кто на сад, А кто и огороду рад. Где зеленее травка, а где еще снежок лежит, И воздух так весной манит, природа снова обещает Любовью всех нас обновить. Я принимаю обновление, весны прекрасное творение, И с соловьем запеть готов, в очарование погрузиться, И с жизнью милой насладиться. 12 апреля, день Иоанна Лествичника. Назвал честь преподобного отца Иоанна Лествичника. В 16 лет начал путь иноческого жития. В самом начале возлюбил, украшенную смирением Кротос, Как учительницу добродетелей. В дальнейшем он написал столь известное и столь замечательное творение, Называемое Лествицей, От которой сам Иоанн получил название Лествичника. Это руководство по духовной жизни в виде лестницы, Которая желающих возводит до небесных врат. В этот день женщины пекли из вкусного теста пироги в виде лестницы. Считалось, что по этой лестнице можно восходить В будущей загробной жизни на небо и попасть в рай. И если съешь кусок этого пирога, то будешь здоровым весь год. Говорили, что на день Иоанна Лествичника начинал беситься домовой. Он не узнавал жильцов своего дома и оттого безобразничал. Чтобы он не нанес людям никакого вреда, Его задабривали различными способами. Также рекомендовали не выходить во двор до первых петухов и ожидать рассвета. Согласно другому поверью, это есть время, Когда домовой меняет свою шкуру на новую, Либо женится на ведьме. Поэтому сегодня старались загнать в хлеб весь скот и запереть. Шли домой и даже не выглядывали в окна. Также верили, что вздохи домового сегодня предвещают смерть хозяина дома. Приметы наблюдали за лошадьми и коровами. Сегодня они находились в неком сонном состоянии, Шумно дышат, постоянно облизываются и пьют много воды. А если животное пьет много воды, будет дождь. А если к воде не прикасается, погода в ближайшее время будет ясная. Если одуванчики уже зацвели, лето будет коротким. Листья на березе появились раньше, чем на ольхе, лето будет сухим. Птицы сооружают гнезда на южной стороне дерева, дожди прохладного лета. Пчелы начали влетать из ульев, весна наступила и погода будет теплой. Гуси летят высоко в небе, к дождям весной и летом. Доброго здоровьица, ваши комментарии. Это написал Евгений Шталь. Итак, после того, как у меня на голодании, на урине вышли маленькие зеленые камни, я полностью отмел эту глупость с образованием камней от масла, лимона и желчи. Урина на голодании во время ацидоза становится кислой, а кислая сильно стимулирует функцию печени. У меня выходили камни с пол грецкого ореха. После этого у меня перестал колоть бок во время бега. Еще одно доказательство того, что камни не образуются из масла. Еще я чувствовал, как в правом боку нарастало давление от крупного камня, а потом по протоку быстро проскакивал камень и давление отпускало. Такое ощущение ни с чем не перепутаешь. Кому тяжело пить масло, перед питьем масла на кончик языка положить щепотку соли. После того, как выпили несколько глотков, сразу кладете еще щепотку соли на язык. Обязательно вытереть губы от масла салфеткой. Потом выпить лимонный сок. За несколько дней до чистки печени нужно промассировать область желчного пузыря печени пупка с помощью большого теннисного мячика. Сделать небольшой висцеральный массаж живота. То есть продавить животик. Так, мягенько продавить его. После того, как выпили масло, желательно легко помассировать желчный пузырь, чтобы лучше проходила желчь. Если вообще есть боли в желчном, при надавливании мячиком, то лучше вначале проработать желчный пузырь. В смысле, промассировать его висцеральным массажем. Ну, это просто продавливание. Поищите в интернете висцеральный самомассаж желчного пузыря. Ну, просто продавливание. Вокруг пупка, немножечко вправо. Ну, в любом случае поищите. Кому очень тяжело пить масло, вначале щепотку соли на язык, потом выпивайте масло, снова щепотку соли на язык, затем вытирайте губы салфеткой, затем лимонный сок. Если тяжело пить лимонный сок, то смешивайте с гриб фрутовым. Ещё есть отвар девесила. Если пить вместе с ним, то будет ещё легче. Я в своё время сделал несколько чисток печени, и потом мой организм стал жёстко отказываться от масла. Я стал экспериментировать с маслами, с другими средствами. И мятные таблетки сосал, и средства от рвоты применял. И в конце концов я нашёл свой индивидуальный способ, как пить масло с лимонным соком. Так что ищите и найдёте. Вот такой комментарий сделал Евгений Шталь. Спасибо за просмотр!